Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о новой аудиторской услуге, касающейся включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства компаний с иностранным участием. Как вы знаете, в 2018 году были внесены изменения в закон 209 ФС о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Эти изменения, среди прочего, затронули деятельность аудиторских компаний. Сегодня мы с вами разберемся, каким именно образом. Итак, в соответствии с законом о развитии малого и среднего предпринимательства, сведения о юридических лицах, отвечающих критериям отнесения к субъектам МСП, вносятся в единый реестр. Этот реестр ведет ФНС России. И только зарегистрированные в данном реестре компании могут претендовать на все льготы и преференции, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. Это также касается и тех мер поддержки, которые были предусмотрены нашим правительством в условиях пандемии коронавируса. Так в чем же конкретно изменения? Теперь к субъектам малого и среднего предпринимательства могут быть отнесены компании, хозяйственные общества, в составе участников которых присутствуют иностранные юридические лица с долей участия более 49%. Однако, в такой ситуации предусмотрен особый порядок подтверждения статуса субъекта МСП. В отношении иностранного юридического лица, участника российского общества, необходимо соответствие его следующим критериям, а именно доход от предпринимательской деятельности данного иностранного юридического лица не должен превышать 2 миллиардов рублей за предшествующий календарный год. Кроме того, среднесписочная численность сотрудников данного иностранного участника не должна превышать 250 человек. Ну и также иностранное юридическое лицо, участник российского общества, должно быть зарегистрировано на территории, не являющейся офшорной зоной. Если иностранная компания соответствует всем этим критериям, то российское общество может быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. И вот как раз изменения, в соответствии с которыми сведения об этих иностранных участниках российских компаний для ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляют именно аудиторские компании. Данная полномочия аудиторских компаний реализуется следующим образом. По инициативе именно российского общества аудиторская компания оказывает ему аудиторскую услугу по подтверждению критериев, о которых я сказала выше. С целью подтверждения указанного соответствия аудиторская компания сопоставляет данные о величине годового дохода и средней списочной численности иностранной компании указанным критерием. Что для этого нужно? Российская компания должна предоставить аудиторской организации отчетность и своего иностранного участника, которая была сдана в налоговые органы той страны, где этот иностранный участник зарегистрирован. По результатам оказания данной аудиторской услуги, аудиторская организация формирует перечень российских обществ, которые созданы до 1 декабря года, предшествующего текущему, и участниками которых являются иностранные компании, соответствующие указанным критериям. Затем в период с 1 по 5 июля каждого года аудиторская организация направляет перечень таких обществ в ФНС России. Перечень предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной полифицированной электронной подписью с использованием интернет-сайтов ФНС России. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что отчетность, которая предоставляется аудиторской организации для проверки, должна быть сдана в налоговую и должна быть за предыдущий год. То есть в этом году аудиторским организациям необходимо предоставить отчетность за 2019 год, не за 2018. Почему я акцентирую на этом внимание? Большинство иностранных участников наших клиентов зарегистрированы на Кипре, а по законодательству Кипра отчетность за предыдущий год должна быть сдана в налоговые органы в срок не позднее 15 месяцев после отчетной даты. То есть отчетность за 2019 год должна быть сдана не позднее 31 марта 2021 года, не 2020, обращаю ваше внимание. Но отчетность может быть сдана и ранее, с того момента, когда налоговые органы Кипра открывают такую возможность. Происходит это только после окончания срока для подачи отчетности за предшествующий, то есть 2018 год. Обычный срок был установлен 31 марта, но в этом году в связи с пандемией коронавируса срок был перенесен до конца мая. То есть требуемая нам налоговая отчетность за 2019 год не может быть подана ранее июня месяца. Данное обстоятельство влечет за собой как необходимость доброй воли иностранного участника по досрочной сдаче отчетности в налоговые органы, так и зависимость от действий законодателей Кипра. Ожидается, что новая форма налоговой декларации будет доступна для заполнения в июне месяце. Напомню, что сведения аудиторские компании должны подать ПНС с 1 по 5 июля. То есть если законодатели Кипра не успеют в связи с пандемией, то сдать отчетность за 2019 год до июля месяца не удастся. Опять же, на сегодняшний день мы не знаем, отодвинет ли наше правительство в сроки по передаче сведений в реестр аудиторских организаций в связи с пандемией коронавируса. На этом я заканчиваю обзор данной услуги. Спасибо вам за внимание. И обращаю ваше внимание на наши контакты и координаты, если вы захотите обратиться к нам, воспользоваться нашим опытом в данной области. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...